Добрый вечер! Вторник, 19.45. А значит, наступило время спорта. И с вами Мария Боброва. В этот раз наша программа отправилась в школу Олимпийского резерва номер 5 и встретилась с трехкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы, участником Олимпиады 2008 в Пекине, заслуженным мастером спорта России по современному пятиборью Ильей Проловым. Соревнования проводятся по пяти дисциплинам – фехтование, плавание, верховая езда и комбинированный вид – бег и стрельба. Сейчас профессиональное сообщество встревожено обсуждает возможное введение велоспорта вместо конкура. Наш герой пережил уже не одно изменение правил и успешно адаптировался. Особенности подготовки таких универсальных атлетов я испытала на себе. Что из этого получилось, смотрите далее. Илья, с кем вы хотите нас сегодня познакомить? Сегодня в честь выпала нашей самой красивой лошадки под названием Пламбир. Она такая немножко экстравагантная. Можно подойти познакомиться? С небольшим, конечно, да. Привет, Пламбир! Добрый мальчик? Надеюсь. Это животные, они бывают непредсказуемые, поэтому будем делать так, что как бы все по технике безопасности, и тогда все будет хорошо. И сначала подкуп, да? Сахарок? Сначала, да, можно немножко подкупить, то есть берете раз и как бы на ладошки, то есть не пальцы туда ссылать, а вот именно вот на ладошку, да. Не бойтесь. Вот. У них очень мягкие губы, да, они так бак-бак-бак, и все. Весь процесс примерно занимает 10, ну, может быть, 15 минут. Это как каждый парашютист сам складывает парашют? Можно сказать, да. Да, то есть у меня был случай, я выступал на соревнованиях, и перед выездом не проверил, ну, как бы седло, доверился организаторам. И где-то на барьере шестом, у меня там, по-моему, даже остались фотографии, у меня во время прыжка съехало седло. То есть я прыгнул, а седло у меня оказалось здесь, и я так туда и свалился. Когда вы приезжаете на соревнования, вы же там встречаетесь с незнакомой для вас лошадью. Как происходит ваш первый контакт, как вы находите общий язык? Нам на знакомство с лошадью разрешается всего лишь 20 минут. Бывало такое, что не получалось договориться? Бывало, да. У всех лошадей разный характер. Ой, не кусай меня, ну что, хулиганишь. Мне кажется, он ищет сахар. Да. Можешь такое быть? Они сладкоежки. Поэтому, как говорится в нашем деле, икнутый пряник. С чего начинается знакомство с лошадью? Ну, наверное, того, чтобы взять за повод и попытаться пройти с ней. Если она, скажем так, слушается, идет за вами, значит, вы идете к успеху. Пламбир, ты меня не боишься? Главное, чтобы вы не боялись, да. В этом плане лучше немножко преобладать со своим страхом. Посмелее, да. Ну, можно сказать, боевой круг крещений мы прошли. Ваша задача правую ногу закинуть сюда. То есть левую мне. Готовы? И вот. Как-то так. Впечатляет ведь сверху. Еще, 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 еще. У-у-у-у. Все, не переживайте. Направляете на серединку. Направляю. Ну, да, старайтесь. То есть у вас держит. Видите, она свалилась. Главное, чтобы я не свалилась. Снимите меня. Что-то как-то... Что мне нужно делать? Ну, держитесь ногу справа и сползайте, да, спокойненько. Вот. Да. Ну, как вам ощущения? Непередаваемые. Они просто непередаваемые. Страна, которая организовывает соревнования, предоставляет иногда, ну, скажем так, неподготовленных лошадей. А у вас были случаи, что вы проигрывали соревнования из-за лошади? О-о-о-о. Мне кажется, я не один чемпионат заиграл. Благодаря этим коняшкам. Финал Кубка Мира, который проходил у нас в Нижнем Новгороде, я лидировал с очень большим отрывом. И мне досталась лошадка такая, которую ее первый раз привезли на соревнования. Она мне нашибала очень много палок, и я с первого места улетел на десятое. А там уже, в принципе, догнать я никак не мог, и я занял четвертое место всего лишь на всего. Может быть, поэтому сейчас хотят заменить лошадей на велосипеды? Они более предсказуемые? Вы знаете, может быть, да. У нас формат соревнований не позволяет, наверное, вести, на мой взгляд, велоспорт. Потому что требования настолько ужесточились, что наш вид программы хотят уместить в полтора часа съемки. И, соответственно, это бег и плавание, и стрельба, и фехтование. Если еще ехать на велосипеде, то мы, наверное, просто не успеем. Фехтование Фехтование – это всем знакомое фехтование или есть какие-то отличия? Ну, у нас, конечно, отличается от всем знакомого фехтования современного пятиборья тем, что у нас бои идут каждый с каждым на один укол. На мой взгляд, наша самарская школа, она считается одной из самых таких крупнейших, чуть ли не сказать, заводов. Потому что на протяжении с 2008 года, наверное, может даже и раньше, у нас очень много спортсменов именно самарских, которые предоставляют сборную России. То есть, скажем так, 10 человек сборной России, из них там 6 человек из Самары. А почему на Олимпиаде что-то не ладится? Чего-то не хватает? Ну, вы знаете, во-первых, Олимпиада – это сам по себе такой стресс для спортсмена, да, это какая груз ответственности. И все просходит настолько быстро, что порой даже не успеваешь оценить все вот это, весь масштаб. Кто-то справляется со стрессом, кто-то нет. Когда изменились правила стрельбы? В 2012 году, где должна была приходить Олимпиада, в принципе, где и прошла, в Лондоне, англичане сказали, что никакого огнестрельного оружия не должно быть на Олимпийских играх. И с тех пор мы стреляем, как в «Звездных войнах». Сейчас больше стало у нас динамики, то есть это как биатлон, то есть мы не стоим на месте, мы все время в движении, все время это как быстрый хват, быстрый подъем, и, соответственно, как ковбойская стрельба, нужно быстрее как бы попасть в мишеньку. Вы изготавливаетесь. Так, стойка. Да, стойка должна быть у вас примерно на чуть-чуть, наверное, ширины плеч, вот, чтобы у вас, грубо говоря, никуда не шатало, да. То есть вы должны, как такой стержень быть такой. Вот, теперь вы поднимаете руку, вот, здесь соединяете вот это с этим, целитесь в черный круг. Ну, да, я боюсь, вы даже сейчас при таких раскладах и все 10 попадете. Нет, это сложнее, чем я думала. Получается, что вы суператлет, вы умеете практически все? Ну, если исходить из этих, скажем, глобальных визий, то, наверное, да. Ни один спортсмен себе так, ну, не может такого себе позволить, как мы. Как у вас отношения с велосипедом? Велосипед, ну, неплохие, да. В детстве я очень хорошо ездил на своем школьнике по двору, вот, и на яд, наверное, и все. Все мои отношения с велосипедом. Но если введут новую программу, то будем осваивать. В Пятиборье у нас, ну, не обязательно быть там мастером спорта по плаванию, чтобы завоевать медаль. Нет, достаточно быть перворазрядником в каждом виде, но в конце ты будешь чемпионом. Какой же спорт без соревнований? Шутливые состязания с чемпионом в нашей рубрике «Один на один». Ну, цель соревнований, я думаю, у нас будет такая, что нам нужно будет сделать один круг, верхом на лошади, вот, желательно на России, то есть это бегом, и проехать ровненько через вот этот створ, скажем так, в наши воротики, и опять же вернуться на исходную позицию. Ой, давайте только не бегом. Ну, я думаю, что это будет не страшно, и вам понравится. Поворачиваем, Унечка. Так. Вот. Неплохо. Скажем, с первыми препятствиями вы справились. Ну, теперь попробуйте остановить. То есть вы назад, по... Браво! Спасибо, пломбирчик, спасибо, Унечка. Рыси, не хотите? Опять же, выходим напрямую, смотрим и считаем. Раз, два, три. По скорости прохождения препятствий победил, конечно, Илья Фролов. По меткости попаданиям в створ – почти ничья. Грацию наездников мы доверим оценивать зрителям. Пишите в комментариях. Если хотите, чтобы ваши дети тоже попробовали себя в современном пятиборье, смотрите рубрику «Ваш выбор». Для начального этапа экипировки для спортсмена достаточно только плавательный и беговой. Вид спорта довольно-таки затратный, но школа предоставляет плавательные сооружения, беговые сооружения. Мы тренируемся все на объектах Министерства спорта Самарской области, а также арендуемых объектов. Министр поддерживает наш вид спорта. Он сам, так скажем, мастер спорта по офицерскому многоборью. И сейчас курируется вопрос по строительству спортивного комплекса для современного пятиборья. А теперь секрет успеха от Ильи Фролова. Тренировки и еще раз тренировки. Все приходит с опытом. И чтобы этот опыт получить, нужно приходить и заниматься каждый день. А теперь немного о футболе в рубрике «Взгляд с трибуны». Последние недели стали по-настоящему прорывными для самарского футбола. Центр форвард крыльев советов Иван Сергеев своей игрой завоевал доверие главного тренера национальной дружины. Валерий Карпин взял нападающего на заключительные матчи отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре. Иван Сергеев готовился к поединкам с Кейпром и Хорватией в ноябре, но на поле так и не вышел. В итоге сборная России заняла второе место и сыграет в стыках. Будем надеяться, что Иван поможет команде весной. Сейчас же Сергеев радует болельщиков не только игрой, но и новым образом. После возвращения в Самару нападающий с брил бороду, сдержав тем самым слово перед болельщиками и журналистами. Бритву Сергееву подарил губернатор Дмитрий Азаров. А вот молодые таланты дружины Игоря Осенькина появились на поле в матчах отборок Евро-2022. Сергей Пеняев оформил дубль в поединке с Фарерскими островами, а Данил Пруцев отдал результативную передачу в игре с испанцами. Громкие достижения наших спортсменов омрачила смерть легенды крыльев советов Дениса Ковбы. Он скончался на 43-м году жизни после болезни. В минувший уикенд подопечные Игоря Осенькина принимали у себя дома Урал. Перед стартовым свистком болельщики и футболисты почтили память Дениса Ковбы минутой молчания. Денис провел за Самарский клуб 260 матчей и забил 8 мячей. Ковбы помог клубу выиграть бронзовые медали национального первенства, выступал в финале Кубка России и в Кубке УЕФА. Телеканал «Самара ГИС» выражает соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. В заключительном поединке первого круга РФБЛ самарцы могли упрочить свои позиции в турнирной таблице, но гости из Екатеринбурга, которые находятся на последнем месте, преподали волжанам хороший урок. Подопечные Игоря Осенькина сумели распечатать ворота соперника во втором тайме. Антон Зиньковский навесил в штрафную на Ивана Сергеева. Нападающий пытался замкнуть передачу, но ему помешал защитник Урала. В итоге Артем Мамин стал автором автогола, переправив мяч в собственные ворота. В заключительном отрезке встречи екатеринбуржцы сумели восстановить равновесие. В добавленное время счет сравнял Юрий Железнов. Самарцы потеряли очки и опустились на седьмую позицию в РФБЛ. Сейчас крылья Советов имеют в своем активе 23 очка и продолжают конку за право на попадание в Еврокубковую зону. Следующий поединок самарцы проведут на выезде против Нижнего Новгорода Александра Киржакова. Матч пройдет 28 ноября, а стартовый свисток прозвучит в 15.00. Наше время подошло к концу. До встречи через две недели в программе «Время спорта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова